У нас с вами четвёртая... Садитесь, пожалуйста. Я решил чуть-чуть переставить местами по программе. Сейчас будет то, что материалов пятой лекции. Для начала я вам расскажу про классы. Немножко в объектно-ориентированное программирование с некоторой, конечно, поправкой. Дело в том, что полноценное объектно-ориентированное программирование изучается у нас на втором году обучения. Там и мы место. Потому что концепцию ООП можно проходить, когда вы пишете уже реально большие программы. И когда уже алгоритмы пройдены. И лучше их изучать на языке программирования C++ или JAU. Наш выбор второго года обучения это использование языка C++, а обучение ООП на C++. На питоне изучение классов и объектов классов. Оно у нас есть, но мы на нём не акцентируемся. Мы не следуем объектно-ориентированных сетек. А, не следуем и не изучаем саму парадигму, само мышление, как надо конструировать приложение. Потому что вся фишка ООП не в том, что появляется новая синтаксическая конструкция. Вот у нас есть класс, вот есть экземпляры класса. Не в этом дело. А дело именно в том, как надо правильно мыслить, чтобы у нас появлялось большое масштабируемое приложение. То есть как всё это строится, как эти классы вообще создаются. Понятно? Поэтому важнее даже не факт наличия класса, а именно объектно-ориентированная парадигма программирования. ООП, но в этом смысле. Проектирование. А мы с вами только классы потрогаем, и всё. Значит, есть некоторая особенность, если кто-то вдруг... Поднимите руки, кто когда-нибудь работал с классами на любом языке? Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. В основном незнакомы вообще. Ну тогда для большинства не будет никаких... Как сказать, вы будете привыкать к тому, что есть, не будет никакого шока. Значит, во-первых... Во-первых... Значит, что такое класс? У нас есть два ключевых слова. Классы и объекты. Классы и объекты. Соотношение между классами и объектами точно такое же, как между типом и переменной. Или, правильно сказать, типом и значением этого типа. То есть, класс — это тип объекта. А объект — это экземпляр, конкретный экземпляр этого типа. Понимаете? То есть, у меня может быть, например, некая абстрактная коза. То есть, я могу взять и сказать, есть как абстрактная коза. И создать такую абстрактную козу очень легко. Для этого достаточно написать класс ГО. Надо сказать, что когда я выдумываю новый тип, то его идентификатор я придумываю. Слово класс зарезервированное, а идентификатор я придумываю как хочу. При этом стандарт козирования на питоне PEP8 предполагает написание имени класса с большой буквы CAMEL STYLE. То есть, у нас, вот, в нюжий стиле, да, большая буковка, слово написано, дальше снова большая буковка. Следующее слово. Если оно будет из многих слов состоящее. Так, ну что же, я делаю класс КОЗА. И дальше у меня будет сейчас расшифровка вот здесь вот. Вот здесь вот расшифровка. Ну, что я могу написать самое, самое простое, да? Я описываю некий тип, да? Значит, соответственно, у меня что должно быть у КОЗА? У КОЗА есть, соответственно, ноги, да? ЛЕГС. Значит, у нее есть ЛЕГС. Да? Ну, есть как, что у нее есть? ЛЕГС НАМО. Есть некоторое количество этих самых ног. У нее 4 ноги. Вот я себе и записываю. У него ЛЕГС НАМО равно 4. Что это такое? Это атрибут класса. То есть, некое свойство, которое свойственно этому классу. То есть, я могу взять, назначить, и опять, что это? Это идентификатор, который я сам выдумал. Сам выдумал и его сюда написал. Пока никаких нет, да? Проблем. Так, хорошо. Значит, есть вот это так называемый атрибут или свойство. Атрибут класса. И он является классовым. То есть, сейчас вот это свойство, оно принадлежит всем КОЗам сразу. Понимаете? Всем сразу. Но, вот если бы я хотел показать рост КОЗы, то я должен понимать, что у разных КОЗ он разный. Разных экземпляров показано. Количество, да? И мне бы хотелось как-то научиться создавать экземпляр этой КОЗы. Создавать экземпляр и что-то вот тут один. Значит, давайте так. Я сейчас вот здесь буду расширять, а вот тут вот я отделю, и справа буду... У меня второе поле. Здесь я буду его уже использовать. То есть, буду предполагать. Ну, здесь еще место, да? А здесь я буду сейчас его использовать, но это пространство, ну, как бы ниже написано по тексту. Давайте научимся создавать экземпляр КОЗы. Соответственно, я экземпляр буду создавать и сохранять какую-то переменную с каким-то конкретным именем, идентификатом. Сейчас еще один идентификат, который я сам придумал. Но давайте ее буду звать Маруста. Магуся. Это конкретный экземпляр класса КОЗа. Для того, чтобы создать экземпляр класса, а он, собственно, и называется словом «объект». Объект — это просто экземпляр класса. Я должен упомянуть имя этого класса, которое я сам уже придумал. Да, но я его ввел, после этого новый тип появился. И в круглых скобках, круглые скобки показывают, что я как бы вызываю, на самом деле, ну, это не совсем вызов, да? Ну, некое конструирование экземпляров. То есть, вот это действие, которое вычисляясь, а здесь видно, раз есть скобки, то как бы есть вызов, да, есть действие, есть вычисление. Я не просто упомянул, иначе бы было, что Маруся — это синоним имени типа год. Я могу создавать синонимы имени типов, метода просто присваивается, взял и связал. Но я здесь именно хочу создать экземпляр. Поэтому вы же знаете, как создаются объекты, да? Методом вычислений. Когда, например, два числа я беру, вот там сложил, вот было вычисление, появился новый объект, да? Вот так и тут. Было вычисление, появился новый объект козы, да? Что я могу с ним делать? Очень-очень здорово то, что вот этот экземпляр козы представляет из себя пространство имен. И я теперь могу этой козе Маруси конкретному ее экземпляру. Я могу у нее спросить ее тайп. Тайп Маруся, он мне покажет, что это класс год. Она относится к классу козы. Но я могу ей в это пространство имен, в ее конкретное пространство имен всовывать новые свойства, небывалые для козы. Да? То есть я могу вот сюда, вот этой Маруси, ну, есть козы с рогами, есть козы без рогов. Допустим, у Маруси будут рога. И как рога по-английски? Хоррис. А? Хоррис. Хоррис. А, хоррис, да? Правильно? Да? И вот у нее, например, один рог. На самом деле, можно было бы ввести, у них 0, 1 или 2. Ну, 1, если обломанный, но больше 2 не бывает. Она не мета, не жираха. Жирахов для 5 рогов, да? Значит, короче, можно было бы ввести как-то свойства вот туда-то. И рост, хорошо было бы, чтобы рост, он в принципе был у всех коз. Потому что сейчас у меня возникает такая ситуация, что, ну ладно, давайте. У Маруси один рог, да? А будет рядышком еще какая-нибудь коза. Нотка. Нотка коза, да? И я этой козе, соответственно, вот я создаю экземпляр, это второй экземпляр. А у этой козы другое свойство будет. Нотка. И я говорю, нотка в ее пространстве, а ей я... Ну, не знаю, что я ей сделаю. Давайте ей колокольчик подвесим. Нотка, был, да? Равно. И тут вот в кавычках напишу бегу. Я первое придумал, у нее такое свойство. То есть колокольчик, на которое... Ну, что я создаю, по сути, всего лишь новое имя в пространстве имен конкретного объекта класса козы. Я создал два объекта. Они вроде бы одного типа. Но! В чем проблема этого стиля? В чем проблема? В том, что у меня нет единства объектов. Это можно высказать претензию к питону, потому что получается, как это вольное абсолютно распоряжение свойствами. Я могу взять и приклеить к козе пятую ногу. Понимаете? Я могу объекту написать любое свойство и любого типа. Понимаете? То есть я потом, вроде бы, объекта одинакового типа. Ну, допустим, я захочу этих двух коз заложить себе в список. Да? Нотка, запитая Маруся. Могу? Почему нет? Пожалуйста. И пробегаю, соответственно, for x in a. For x in a. Я бегу по списку коз и собираюсь у них распечатывать количество рогов. Например, print x точка порнус. И, как это ни странно, объекты одного и того же типа, да? А у меня у одного из объектов есть количество рогов, а у другого нет количества рогов. Понимаете? Это беда, это плохо, это не бетоник стайл. Так, это вообще ненормально. Ненормально. Должна быть какая-то унификация, чтобы объекты одного типа, они имели как-то атрибуты согласованные. То есть набор атрибутов должен быть одинаковый. В других языках, которые не такие гибкие, как бетон, это часто жестко зафиксировано. Жестко. Там объект определенного типа, он обязан иметь определенный набор свойств, и ничего с этим поделать не может. Понимаете? Здесь не так. Для того, чтобы такой свободный язык, в котором можно многое, все-таки заставить вести себя как-то приемлемо, точнее, чтобы мы его правильно использовали. Вот так вот, брать и говорить, что у меня появился новый атрибут, взял его, и вот так нельзя. Вот так нельзя. Понятно? Вот так вот нельзя. Подождите, а как же тогда делать? Я хочу, чтобы у меня свойства объектов одного и того же типа были в одинаковом, соответственно, списочке. То есть, у каждой атрибута, в смысле, атрибуты могут иметь разные значения, но список атрибутов один и тот же. И вот я начну сейчас сопродумывать. Итогой. Мы сейчас увидели, что вот здесь возникает проблема. Ну, давайте напишем, что у нас возникает проблема. Так, очень хорошо. Давайте научимся ее перестранять. Есть какие-то свойства класса, которые для каждого объекта одинаковы. Давайте возьмем под контроль вот этот процесс создания или конструирования класса. Экземпляр класса. Для этого нам надо написать свой собственный конструктор. Класс может содержать в себе любые объекты, в том числе и функциональные. То есть, я могу сюда внутрь класса, в его пространство его впихнуть функцию. И вот есть специальная функция, которая называется init. Эта функция записывается особенным образом. У нее два подчеркивания в начале, потом написано init, потом снова два подчеркивания. Если вы видите в питоне вот такое вот имя, два подчеркивания в начале, два подчеркивания в конце, знаете, что значит? Только одно. Это значит, что это специализированный метод, его имя, оно значит, что специфическое. это перегрузка оператора, это какой-нибудь конструктор, это, ну, вообще, что-то специфическое. Нужно открывать справочник и изучать, что это значит. Понятно? Ну, справочник. В интернете гуглить на патодокс по этому. init это конструктор. Вообще, любой, любая функция, которая погружена внутрь класса, называется методом класса. Потому что она будет общая для всех экземпляров, это просто общая для всех объектов, и ее можно будет позвать для каждой конкретной козы. Понимаете? То есть, я сейчас этот конструктор, создавая каждую конкретную козу, я буду его вызывать. И обойти этот вызов я не смогу, я газ буду вызывать. Но, мне же надо каким-то образом, здесь я описываю в принципе абстрактную козу, класс козу, да? А мне же надо будет внутри вот этого init, да или других каких-то методов, мне нужно будет как-то обратиться к конкретному экземпляру, той самой козы, для которой этот метод вызвал. Поэтому первым параметром этого init следует self. Self. Это специальное имя, на самом деле, конечно, его можно подменять, но лучше этого не делать, лучше писать всегда self. Это будет означать ссылку на текущий конкретный экземпляр, и вот если я захочу создать у текущего конкретного экземпляра какие-то атрибуты, а я сейчас захочу их создать, я буду их к self приклеивать. Что я делаю? Я добавлю в этот конструктор некоторые параметры, то есть я хочу, создавая козу, назначать ей что? Рост, вес и количество рогов. Меня сейчас больше ничего не будет интересовать. Значит, что я сделаю сейчас? это у меня будет hate, hate, weight, и что там еще? Horrors. знаете, может быть даже ну и хотя рога, чтобы мне дольше не писать сейчас, ну и хотя рога, два и точек, все. Я сейчас описал функцию с тремя параметрами, первый из которых специальный, специфический, а два остальные, они вполне типичные. Содержание этой функции будет следующим. Содержание этой функции. Главная цель конструктора это инициализация атрибутов конкретного экземпляра. То есть вот здесь я хочу, чтобы поскольку для каждого экземпляра козы конструктор обязательно будет вызвать, иначе невозможно ее создать. Конструктор это единственное адекватное место, чтобы там атрибуты создавать. Поэтому я здесь буду создавать атрибуты данной конкретной козы. Я скажу self.a равно hate. то есть я запоминаю этот самый рост, который мне дали в качестве параметра. Понятно? Как ее зовут эту козу там в программе нотка или маруси я тут не знаю и мне знать это не надо. Какая разница какой идентификатор? Здесь я не обращаюсь к себя я и все цел себе себе hate равно hate вот росту который мне передали self wait точка wait равно wait все в других местах атрибутов класса в экземплярах не должно появляться кроме конструктора. Я могу здесь еще что хочу написать могу хоть печатать могу что-то еще но лучше не печатать еще раз говорю главный цель конструктора это создание типичного типового объекта со специфическими конкретными значениями которые сюда придут. Кстати функция init она позволяет делать значения по умолчанию то есть я могу написать типовой рост типовой вес чтобы если что я мог создать козу и без указаний вес просто правда странно вряд ли это надо поэтому давайте не будем ну и что еще я хочу внедрить сюда что еще я хочу вы знаете я бы хотел чтобы мою козу можно было напечатать то есть вот конкретно принт Маруся и она печатается на экран ну понятно что какие-то текст ее свойств будет написан что я для этого должен сделать я должен сюда вписать еще один метод и он кстати будет тоже с вот такими двумя черточками вначале магическими это будет метод который приводит газу к строке ну в смысле любой объект мы же можем от стр от x где x это int стр от x где x это флот правда так я хочу чтобы год тоже можно было от стр и я делаю метод который будет называться d подчеркивание подчеркивание стр я же правильно помню именно его нужно да и он позволит соответственно печатать функция принта воспользуется этим методом приведением к строке чтобы напечатать результат и так вот этот метод опять же это исправочка у него никаких других параметров кроме self быть не должно если у init я могу там произвольное количество параметров записывать то вот этот вот если я хочу чтобы нормально моя коза приводилась к строке и распечатывалась принтом то мне нужно соответственно вот здесь и я должен вот здесь вернуть return стр строку которая будет как-то ну как-то репрезентировать данный конкретный экземпляр я сейчас соберу с такую строку она будет состоять у меня в чему s равно weight равно фигурные скобочки запятая ну мне удобнее будет сейчас отбойник поставить если у вас есть место можно написать сплошняком я поставлю сейчас вот такой отбойник чтобы продолжить строчку со следующей строки height равно ну и вторые фигурные скобочки кавычки закрываются дальше точка формат скобка открывается а дальше я пропишу туда это форматирование строки с подстановкой сюда и сюда чисел ну неважно кстати может не чисел в общем чисел даже что я буду туда self height форма открылась в скобках self.height запятая self.weight скобка закрывается я создал строчку которая будет выводить подготавливать к печати строков и мне эту строчку нужно вернуть я делаю return s соответственно я сейчас обеспечил своим каждому экземпляру каждому наличие метода преобразования к строке итак давайте теперь я надеюсь что у вас как-то это поместилось да мы увидели что вот так пользоваться плохо да но я сейчас я сейчас это делать пересотру а вы ниже можете написать как это теперь делать теперь я не могу создать козу не указав ей рост-вес я хочу создать Маруся год да а мне транслятор языка дыкает сюда и говорит ожидается два параметра два параметра self не нужен а вот hate вы сюда вот воткните пожалуйста два числа я он на самом деле уже не требует рингтипа но я подразумеваю что там числа у меня какие-то да написано мы должны пользоваться адекватно типа ожидает так вот что я туда впишу рост какой указан не знаю 60 сантиметров козы невысокие вес 40 килограмм вот теперь пожалуйста теперь транслятор не будет возмущаться он создаст этот экземпляр козы пожалуйста создаю экземпляр козы нотка и ей тоже создаю год 65 запятая 42 вот пожалуйста и теперь у меня у обоих экземпляров идентичный набор свойств да три свойства одно из них одинаковое количество ног оно одинаковое просто по факту да значение типа оно едином вот а два разных там другие ну и что я могу соответственно что сделать for x in ну и список из двух этих коз нотка вот такая нотка вот такая Маруси в данном случае это кстати не список а кортеж без скоба взятый и пожалуйста я могу им печатать print please то есть я еще и сделал этот тип новенький мой сделал так что он ведет себя нативно то есть как бы родным образом ничем существенно не отличается от характера использования для других типов стандарт понятно а специализировать как именно она будет печататься я буду смогу подправить эту строчечку что именно очень удобно возможность встраивания своих собственных типов в структуру языка понятно оказывает я не буду сейчас это описывать это бессмысленно рассказывать на лекции справочную информацию из библиотеки какие конкретно магические методы есть есть магические методы которые позволяют перегружать операции плюс минус умножить разделить для каждой операции есть способ репрезентации есть способ описать функцию хеширования для данного класса как именно вычислять хеш функции и тогда очень много разных возможностей есть на самом деле ключевая конечно же ключевой магический метод это конструктор именно конструктор позволяет создавать похожие друг на друга экземпляры это единственное место где мы создаем новые атрибуты да а вот на правой половине доски мы нигде явно метод не используем при этом ее отстримует распечатано он пользуется конструктором строки а конструктор строки вызывает логический метод чтобы преобразовать объект к строке так еще есть вопрос экземпляры класса имеют они изменяемые объекты являются изменяемыми то есть я могу взять и изменить ей рост да я могу взять и сказать например нотка у меня например растолстела я говорю или вес нотка точка вейт да плюс равно один понятно она может растолстеть она может вырасти там понизиться то есть у меня это не кортежи объекты являются изменяемыми причем если у меня вдруг возникнет доступ к одной и той же козе к одному и тому же объекту по разным идентификатором то коза остается одной и той же то есть если я возьму и скажу что мне х равно да то по традиции питона это что это оператор копирования нет это оператор связывания то есть у меня появляется альтернативное имя х ссылающаяся на тот же самый экземпляр козы который я называю здесь ноткой но это не имеет никакого существенного значения для самого экземпляра все равно козе все равно как ее зовут главное ее атрибут и все дальше и что то есть если я у х что-то поменяю например там плюс равно 5 то он поменяется и у нотки тоже потому что это реальный объект тот же самый ясно х и нотка просто два альтернативных имени потому что я просто связался этим же объекты можно складывать в списке объекты можно запихивать в множество с объектами очень много чем можно делать ну самое главное в списке пожалуйста в двумерные списки раскладывайте объекты можно класть внутрь других объектов я могу делать объекты композиты я могу сделать класс композит автомобиль у которого будут который потребляет в конструкторе несколько параметров один из них двигатель другой ходовая часть коробка передач я могу ему передать этот объект композит он в себя включает ведь объект раскладывает у себя в целом или может быть он сам конструирует в своем конструкторе класса раз нас self там drive там равно вызывает конструктор драйва с какими-то там характеристиками то есть он внутри себя тоже может создавать объекты которые класят себе в качестве атрибутов в качестве своих свойств понятно итак что мы сейчас узнали что во-первых класс это тип объекта класс создается при помощи ключевого слова класс внутри класса мы можем описать классовые атрибуты которые едины на весь класс и классовые методы а теперь очень важно послушайте классовые атрибуты обязательно должны использоваться как константы не дай бог вам поменять лэкс лэкс номер и нотки нет вы можете это сделать но вы не должны думать что у всех остальных пост при этом они изменятся у вас произойдет очень странная необычная вещь если вы сделаете нотка точка лэкс номер плюс равно один то произойдет очень неожиданное дело в том что лэкс номер для Маруси для нотки и для икса это один и тот же объект то есть у меня вот эта четверка она создана один раз она реальный объект четверка он один на всех экземплярах козы на тонны классовые атрибуты а все козы просто ссылаются на этот объект четверка все конкретные экземпляры у них хранится имя лэкс номер у каждой оно есть свое но они все ссылаются на этот самый объект четверка на самом деле у них нет его но он принадлежит их классу и в попытке поиска лэкс номер они пойдут к пространствам самого класса и там найдут что есть лэкс номер и найдут четвертую но если вы скажете нотка точка лэкс номер плюс равно один то кажется что все то же самое потому что ну пожалуйста хейт плюс равно пять лэкс равно один и вот я скажу например нотка точка лэкс номер плюс равно один в этой ситуации у меня под лэкс номер скрывается две совершенно разные переменные два совершенно разных имени если мы раскроем это будет что это будет нотка точка лэкс номера равно нотка точка лэкс номер плюс один правильно так вот справа от оператора присваивания у нас еще классовый атрибут то есть еще ссылка на эту четверку а слева от оператора присваивания у нас будет уже атрибут экземплярный конкретного этого экземпляра то есть у меня будет порожден новый объект, но этот объект будет уже только умоден. И это все бы не имело никаких особенных причин про это рассказывать, но какая разница, когда он классовый или нет, если бы вот эта вот штука, классовый атрибут, не мог быть изменяемым типом. Если там неизменяемый тип, то какая разница, пожалуйста, вот я взял, поменял, у данной конкретной заказы качественного увеличивания. Нельзя что? Крайне плохие последствия будут от непонимания того, если вдруг вы возьмете и поставите сюда список. Ну что, я могу захотеть LEX туда добавить, да? Вместо LEX NUMBER я возьму и скажу, о, я возьму и скажу LEX равно, ну и, соответственно, у меня здесь будет список NOG. Сейчас даже не важно, добавлю я туда сейчас что-то или не добавлю, да? 1, 2, 3, 4. Но самое главное, что у меня классовый атрибут стал изменяемым. А теперь смотрите, у меня есть абстрактный класс Казан. В него пространственный имен у меня есть LEX, есть INIT и есть SPF. Я сейчас вот эти два не трогаю. Конкретно LEX, да? У него там есть имя LEX, которое ссылается на конкретный список, на конкретный экземпляр списка, который содержит в себе вот это. Так? У меня есть Казанодка. Так, Нодка. Это объект типа ГОАТ. То есть он ссылается на этот тип, что он принадлежит к экземплярам этого типа. Да? И у меня есть кто-то Марусин. Она тоже конкретный объект. ГОАТ, да? И у них, и у той, и у другой есть свои собственные имена HEIGHT и WEIGHT. И у той, и у той. Каждый из них содержит свое пространство имен. HEIGHT и WEIGHT. Соответственно, их HEIGHT и WEIGHT указывают на их конкретные объекты чисел. Мне сейчас не так важно, какие там конкретные числа, но они указывают на конкретные объекты чисел. Для каждого это там. Да? А теперь, что произойдет, если я, например, у нотки, да, сделаю? Нотка, точка, LEX, да? Ну, давайте возьмем и точка EPN. Пятую ногу EPN. Эффект 5. Что я делаю? Я обращаюсь вроде бы к нотке и разыскиваю у нее в ее пространстве имен LEX. Но в нотке нету LEX в ее пространстве имен. В конструкторе не было, не создавали. Такого self.LEX не было. Не создавался такой список. Да? Но зато в попытке поиска этого идентификатора интерпретатор притащит нас вот сюда и скажет, отлично, конечно, у абстрактной козы есть LEX. Есть. И он нам вот сюда вернет ссылку на тот самый единственный на всех коз список. Вот это вот. Да? И он к этому единственному списку заэпендит пятерку. Понимаете? То есть я вот таким вот образом, если у меня классовый атрибут является изменяемым типом, я могу, получается, что? Я меняю что-то у одного экземпляра, а оно меняется у другого экземпляра. Понимаете? Поэтому надо понимать, что вот такие атрибуты должны быть некими константами. То есть если вы не в конструкторе описываете какое-то свойство объекта, а вы это свойство выносите на уровень класса, да, вот прямо просто в самом классе кладете значение, то этот атрибут – это некая константа уровня класса. Макс LEX NUMBER. Да? Макс LEX NUMBER. Или там, не знаю, Макс WEIGHT, да, Макс, там, не знаю, что там, ХОРНС NUMBER. Да. А разве не может быть таких ситуаций, что мне понадобится как раз именно это свойство, что я меняю его одного, он меняет его всех? Да. Какое может быть в принципе, какое в принципе может быть, тогда можно это использовать. Но такие ситуации возникают редко. Но бывает. это в C++ специальная методика есть создание таких, так называемых, статических атрибутов. Но про это будет в следующем году обучение. Короче, еще раз. Да, мы, короче, можем создавать объекты, и объекты изменяем. У каждого из них есть свойства, эти свойства могут быть достаточно простыми, могут быть достаточно сложными. Мы можем… Классы… есть очень разная сложность. Как создать самый простой класс? Самый-самый простой класс. Давайте вот здесь. Самый простой класс создаётся так. Давайте я назову его словом «прям». 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 Всё. То есть, он может… Класс может не содержать ничего. Но, тем не менее, такой тип определён, и его экземпляры я смогу создавать после этого. Такая ситуация, как мы вам описываем, пустой класс, она существует иногда. Ладно. Сейчас мы двигаемся дальше. Не всегда нам реально нужный класс. Бывает такая ситуация, когда нам скорее нужен кортеж. Но всё-таки хотелось… Например, скажите, вот я хочу сделать точку в трёхмерном пространстве x, y, z и работать с массивом точек. Список точек заводить, да? Я буду эту точку передавать в качестве параметра внутренней функции, возвращать из функции. И я хочу, чтобы у меня был такой тип pointer. Понимаете? Так. Вот давайте я сейчас расскажу вам про именованные кортежи. Вот. Сейчас прошу прощения. Не именованные. Name tab. Да? Именованные кортежи. Именованные кортежи. Есть такая штука, как tab. Кортеж. В круглых скобках через запятую и там неизменяемые значения лежат, да? Пожалуйста, я могу создавать экземпляр точки. Вот я хочу, чтобы у меня была точка A. И я, пожалуйста, возьму и вот просто в скобках через запятую расскажу ей, что A. 1, 0, 3. Ну, пожалуйста, x, y, z. Вот у меня значение. Но как мне придется пользоваться этой точкой? Ну, мне всегда придется, чтобы достать из нее конкретный x. Да? Ну, давайте что-нибудь не знаю. Давайте. Что можно с точкой сделать? Расстояние посчитать от центра координат, да? И я что буду? Как буду считать расстояние от центра координат в нее? Я буду писать. Соответственно, ну, давайте, math sqrt. Допустим, math у меня подключен. А нулевое квадрат плюс А первое квадрат плюс А второе. Очень непонятно, очень неудобно, потому что неговорящие названия. То есть мне неудобно вот так ее называть. Вот так и напишите. Неудобно. То есть мои свойства, да, вот эти вот кусочки, да, вот этого вот экземплярчика, они не именованы. Я только по индексам 0,1,2 могу к ним доступаться. Мне бы хотелось как? Мне бы хотелось так. А точка x. То есть x-овая координата точки А точка x. То есть ее свойства обратиться, как я указы. Да, там нотка точка weight. Вот я хочу так, чтобы А точка x у меня было, А точка y и А точка z, чтобы он был говорящим. Будет код, мой программный код будет самодокументирующимся. Так вот, соответственно, написали, что это неудобно. Как сделать удобно? Для этого мне надо создать этот тип. Слушайте, нет, конечно, я могу запариться и написать класс. Создать у него конструктор, который будет потреблять три параметра, x, y, z. Да? Потом описать метод преобразования его к строке, который будет x, y, z. Вот, лёгать. Возьми много. Хочется как-то, знаете, попроще. И оказывается, что есть такая возможность. Для этого есть такая штука, как модуль collections. Внутри этого модуля определено... На самом деле, мне удобнее будет сейчас, чтобы не переписывать слово collections еще раз, я сделаю сразу импорт из него и одной единственной коллекции. From collections import from collections но не звездочка, а я оттуда вытащу конкретно named table. Named table. Теперь, для того, чтобы создать тип точки, тип точки, я могу воспользоваться функцией, которая там определена. Итак, я создаю тип точки поинт равно... Обратите внимание, я создаю тип, поэтому здесь у меня поинт и пишу с большой буквы имя типов, ну, как имя класса, но с большой буквы пишется. Итак, поинт равно named table с маленькой буквы. Дальше, строка, которая будет соответствовать названию этого типа. То есть, соответствовать вот этому вот. Поинт и тут тоже поинт. Дело в том, что класс должен знать, как он сам называется. Несмотря на то, что можно создавать синонимы его имени, все-таки сам класс должен знать свой собственный. Раз. Дальше. Я должен указать список атрибутов этого кортежа. То есть, они же уминованные будут теперь, эти атрибуты. И я их делаю x, пробел y, пробел z. Формат передачи параметров это строка, разделенная пробелами, в котором у меня эти имена атрибутов просто вот через пробел записаны. Получается, что у named table два параметра, две строки. И первая строка описывает имя этого именованного нового типа. И вторая строка описывает сразу кучу атрибутов. Понятно? Теперь у меня описан новый тип. Это тип point. Я могу создавать конкретные экземпляры точки. Для этого я говорю, а, это point. И у меня обязательно нужно, когда я создаю точку, ее экземпляр, мне обязательно надо прописать конкретные значения, ну, например, 1, 0, 3. Понятно? Какие преимущества я получу? Я по-прежнему, если захочу, могу вот этим вот элементам кортежа доступаться for x in a. То есть, она является, эта последовательность является, она является кортежем, она итерируемый объект. Я могу воспользоваться для итерирования for x in a. И он переберет мне, соответственно, 1, 0, 3 последовательность. Но, зато теперь я могу воспользоваться чем? Ну, например, print a.x. Я могу взять конкретную координату и назвать именованным образом. Это удобно, красиво. a.y умножить равно 2. Я сейчас так вот математически почти бессмысленно еще делаю. Я просто взял координату и увеличил в два раза по единице. Понятно, да? А, прошу прощения. Одну вещь важную не сказал. Одну вещь важную не сказал. Вот так нельзя. Вот так нельзя. Дело в том, что кортеж, он же не изменяет. Кортеж не изменяет. Я могу создать новый экземпляр, в котором будут другие значения, а изменить конкретный атрибут нельзя. Именованный кортеж не изменяет. Именованный или неминованный нон-кортеж не изменяет. То есть у него нельзя изменить один атрибут. Можно только создать новый кортеж с новыми значениями. Поэтому он имеет ограниченное использование, используется в конкретных каких-то обстоятельствах. Если вам нужно, чтобы это было живое изменяемое нечто, лучше создавайте свой класс, делайте объект этого класса, и там любую функциональность вы сможете прикрутить. Понятно? Ладно. Я ввел понятие именованного кортежа, мы разобрались с классами и с объектами. Теперь следующее. Мы с вами сейчас создадим так называемый связный список. Заголовочек связный список. Давайте сейчас пока на секундочку забудем про все эти классы объекта и создадим коротенький список, в котором будет одно число 1. А равно списочек, который содержит одно число 1. Скажите, список является динамически расширяемым? В него можно ипендель? Да? Вот. Давайте добавим в этот список А в качестве второго члена А ипбен и я туда добавляю что? Вообще понятно, что в списке хранится ссылка на объект. И я туда добавляю ссылку на список, который содержит число 2. Да? Слово 2. Замечательно. Теперь у меня что получилось? Фактически имя А ссылается на список из двух элементов. Первый элемент ссылается на объект 2 типа in, а вторая ссылка ссылается на объект списка. В этом списке здесь один. А в этом объекте списка лежит ссылка на объект 2. и пока больше ничего. Я возьму сейчас и вот в этот второй объект списка вот в тот который валяется по ссылке под индексом 1 в списке А. Вот в тот самый список я сейчас впихну еще один элемент. Я говорю А ой, простите А маленький. А первый А это список я знаю список я знаю как список я туда хочу заипендить еще список содержащий в себе 3 и самое страшное запятая А. Что я делаю сейчас? Я сюда добавляю элемент который будет ссылаться соответственно на что? объект списка в котором у меня в качестве первого элемента ссылка на объект 3 типа И. А второй объект это что? Это ссылка на что? На то же самое что А. Это у меня объект это отдельный объект от этого списка. Почему у меня не может быть такой ситуации что здесь лежит ссылка на сам объект А. А может быть. Может быть. Что я получаю сейчас? Я получил во-первых я вижу сейчас что у меня получается нечто повторяющееся то есть у меня число и ссылка на следующий списочек число и ссылка на следующий списочек число и ссылка еще и кольцо получилось у меня получился даже не просто список связан у меня получилось кольцо если вы играли в детстве в кладике ну или записочки она еще называется человек пишет записочку и кладет ее на столе в ней написано где лежит следующая записка горшком цветочным под цветочным горшком следующая записка в ней написано что следующая записка лежит под ножкой стола под ножкой стола написано, что следующая лежит в морозилке. Ну и, соответственно, в самом конце написано, а конфета лежит в вазе с цветами. Понятно? То есть, вот оказывается, что такая структура данных, она существует и может быть легко сконструирована. Есть ли от нее какая-то польза? Ну, давайте я сейчас покажу еще раз. Пока что непонятно. Вот я вот создал и создал себе некоторыми такими действиями. Значит, еще раз. У меня есть реальное хранимое данное и ссылка на следующий подобный объект. Реальное хранимое данное, какое-то число и ссылка на следующий такой объект. Реальное данное и... Слушайте, а как же я все-таки сделал, чтобы последнее звено как-то отличалось? Чтобы не зацикливать. Я зацикливал ради баловства и чтобы показать забавное, кстати, попытка распечатать такой письмо приведет к тому, чтобы... Нет, он не уйдет в бесконечность. Питон, интерпретатор, заметит зацикливание и он поставит там троеточек. То есть он это выведет как список, в котором единичка и список и двоечка, и список и троечка, а дальше список, в котором три точечки. Он так выведет. Но я бы хотел все-таки, чтобы у меня была возможность пробежаться по нему как в бутылке кладки от начала до конца. Чтобы у меня был реальный объедин, то есть начало этого списка значений. Ссылки вот эти являются служебными для того, чтобы пробегаться по этому списочку. А в конце, чтобы у меня был признак конца. У меня для этого есть нам. Есть такой объект нам, типа нам-тайп. Но есть в питоне специальный такой тип ничего, никакой тип нам-тайп. У него хуже, чем у Гулевского типа. У него одно значение. У Гулевского есть труполз, а у нам-тайпа один нам. То есть экземпляр типа нам-тайп бывает только нам и все. Но я могу что сделать? Что у меня вот этот вот второй кусочек этого самого объекта, да, список. Второй элемент с индексом один. Второй элемент списка. Он у меня равен нам-тайп. По сути указывает никуда. Понятно? Так. Ну что же. Давайте теперь посмотрим, как мы с этим списком вот таким. Вот будем работать. Ладно, я исправлюсь. Ну и в этот А я сейчас пока, пока сейчас есть, не буду автоматически создавать его длинный. Пусть он у меня вот такой есть, такой есть. Один, два, три, да? Один, два, три. Ну а здесь я вот спешу этот самый нам явным образом, чтобы не нервировать. Он у меня А тут называет. Давайте пока А, а то я тут begin его написал. Я сейчас сделаю, чтобы это был именно begin, и оформил. Так вот. Как мне пробежаться по вот этому списку? Да? Как вот в игре кладки. Очень просто. Мне достаточно взять, собственно, P, как указатель на начало, и скопировать туда си вот этот вот первый элемент. То есть P равно begin. В нашем случае P равно A. Я A не хочу портить, иначе я потеряю ссылку на начало. Если я потеряю ссылку на начало, я потеряю и все остальные. Потому что все остальные списочки маленькие, эти доступны по первым, по ссылкам из предыдущего звена. Так вот, что я теперь буду делать? Я скажу пока, пока P из нот на, из нот на, пока P из нот на, двоеточие. Это корректно так можно написать. Не обязательно написать нот P из нот. Можно P из нот на. Есть такой оператив, из нот, это то же самое, что нот P из. Что-то так. Так вот, пока P не является на, что я буду делать? Я буду печатать нулевой элемент этого P, print P0, а потом осуществлять переход к следующему звену. Каким образом? Посмотрите, сейчас P является ссылкой на список. вот эта ссылка у меня какая? Это P первая, да? Я говорю P равно P первая. P равно P первая. Таким образом, что я сделал? Здесь. Я положил в P указатель на следующее звено. То есть P перешагнуло на следующее звено. Понятно? P равно P первая. Все. Я поскольку знаю, что там в P первом хранится ссылка на следующее звено, фактически я вот так и не знаю. Соответственно, в следующий раз, когда это произойдет, цикл уже зацикливается, P не надо? Нет, P не надо. И он, распечатав двоечку на экран, перешагнет на то, куда указывает вот этот указатель. То есть на следующее звено. Не надо, не надо. Распечатает троечку и перешагнет на следующее звено. Оп. Да? И ставит что, P начнет указывать на нам. После этого что, P уже из нам, поэтому условие обхода в цикл ложно, и обход закончен. Я получаю специфический список. Это не то же самое, что в питоне. Называется лист. Абсолютно не то же самое. Потому что то, что называется в питоне лист, это на самом деле динамический массив ссылок. В языке C++ лист питоновский будет называться словом вектор. Правда, все-таки этот вектор, это массив, не ссылок. Но сам характер, вот эти ссылки, они лежат в оперативной памяти у обычного листа, у тайп-листа. они лежат как? Реально, все ссылочки, они друг за другом валяются. То есть, когда я работаю с листом, со списком питоновским, его удобно расширять справа. В него реально удобно и пендить только вправо. попытка сделать insert в позицию с индексом ноль, а есть такой метод, можно его заставить. Можно в питоне взять и сказать, вот я беру, делаю список, например, давайте, список из десяти тысяч нулей, из n, где n равно чему-нибудь на миллион. Здесь в степени шеи. Список из миллиона нулей. Можно? Можно. и я могу питон заставить сделать операцию неестественную для списка. Но он же послушный, высокоуровневый язык делает то, что говорят. Я вам могу сказать, а ну-ка, давай ко мне. Я в этот список вставляю тебе insert, впихиваю внутрь, в нулевую позицию, я хочу взять и вписать туда или нечего. Что произойдет? У меня список из нулей, на самом деле не из нулей, а из ссылок на ноль, но это не принципиально. Можно себе представить, что это просто список, состоящий из нулей. И я хочу вставить туда единицу, вот сюда. У меня есть объект единицы, я хочу вставить туда ссылку на единицу. В ситуации с обычным листом, обычным листом, что нужно? Он расширяем вправо, то есть у него зарезервировано место под элементы справа. Конечно, список, когда расширяется, он себе... Это очень важно понимать, как устроена оперативная память. Оперативная память это ресурс. Как вот земля, на ней можно построить там хозяйственное строение, бассейн, там, жилое строение, да, прудик выкопать, виноградник посадить. Любой тип данных можно там сделать. Но если оперативная память, операционные системы выдана какому-то вычислительному процессу, то ее нельзя взять у него и отобрать. Понимаете? Ну нельзя. Я вам, кажется, в прошлый раз рассказывал, да, про это, про древний Израиль. Но нельзя отобрать чужой участок земли, понимаете? Если вы хотите, вы можете взять и купить себе новое, попросить операционной системы, дай мне в два раза больше, в десять раз больше и перенести туда все эти данные. Так вот, список листов, он, конечно, себе там немножко припас. Когда этот ресурс у него закончится, то есть в какой-то момент вот это аллоцированное пространство, зарезервированное под расширение, оно закончится и он пойдет к операционной системе втихаря. Вы этого не заметите, но в какой-то очередной момент эпенда, он приостановит работу, не будет, эпенде же нельзя, он пойдет к операционной системе, попросит у нее новый участок памяти, возьмет, перетащит туда все эти объекты, точнее ссылки на самом деле, перетащит туда. После этого он что сделает? Он вернется к эпенду, потому что у него аллоцированное подстанет больше, и он туда выпихает. ваш элемент. Но, хорошо, сейчас не сталкиваемся, у него там запасено пространство, но вы единицу вставляете в начало, что он должен сделать? Он должен вот эти вот все элементы сдвинуть под, под, это что? Это сдвиг вправо, он не циклический, сдвиг вправо элементы, реальное копирование всех ссылок, реальное копирование всех ссылок, и наконец единица туда встала. Скажите, вот эта операция, она сколько по времени займет? Это О от Н. Количество операций действий. Да? Это вот требует О от Н действий. Но, какое преимущество у нас за тот лист, который традиционный питоновский лист? У него кристаллическая структура. я хочу добыть у него сразу 15735 элемент. И он сразу, поскольку все ссылки занимают память одинаковое количество бай, я сразу мгновенно вычисляю адрес нужной ссылки и сразу достаю нужный элемент. То есть произвольный доступ. Оперативная память компьютера называется Random Access Memory. Random Access Memory. Что это значит? По-русски называется оперативная. То есть наша оперативная память является памятью произвольного доступа. В ней не надо как в магнитофонной бобине мотать или в перфоленте. Понимаете? Даже не так, как в жестком диске. Не надо переставлять головку и подкручивать жесткий диск к нужному сектору, чтобы считать информацию. То есть время на доступ к конкретной ячейке фиксировано. Поэтому у такой структуры, как массив, пусть это массив ссылок, как это лист, динамически расширяющийся, но все равно у него легко вытащить за О от единицы ИТ-элемент любой. Произвольный. Понятно? Свойство Произвольного доступа. А наш связанный список, возвращаясь вот сюда, нестандартный. У него скорость доступа к этому элементу какая? Ну это как у Вереклади. Берем первую записочку, говорим это записочка с индексом 0 и поехали. Если где миллион, то чтобы добыть реальное значение хранимое в миллион списочки, мне придется что делать? Реально сделать миллион вот этих шагов. Я же не могу предсказать, где он реально в памяти валяется. Каждый список валяется в каком-то отдельном месте. Добраться могу? валяется в то есть у меня у такого списка это называется связный список вот этот список называется одно связный потому что у него только однонаправленная связь. Я могу шагать только вперед не могу шагать назад нет ссылок которые ссылались на предыдущий элемент. Так вот у него получается скорость доступа доступ у него к и тому элементу давайте я назову его а и доступ к а и тому элементу я его так традиционно беру в скобках квадратных подразумевая на запах конечно нет такого квадратной скобки мы еще не создали экземпляр я придумал структуру традиционно конечно я ее не выдумал для вас в смысле того что я ее создаю в питоне не было такого но я его средствами создаю структуру данных односвязный список так вот этот доступ происходит за что о об м но мы могли бы вырубаться громкими словами и сказать да ну нафиг этот список не нужен этот односвязный список массив лучше у него произвольный доступ а у этого нет однако вот то самое что я сказал обставка в начало вставка в начало а у односвязанного списка что с обставкой в начало никаких проблем в любое место главное чтобы указатель на то место куда вставлять итератор некий да вот просто указать куда вставить пожалуйста хочу вставить сначала создаю новое звено да указываю новое значение так у тебя нолик туда пропишу а сюда указываю ссылку на это место давайте прям конкретно я вам тут напишу потому что это так просто и требует от единицы по времени не нужно никаких длинных сложных переносов которые да они здесь спрятаны под капотом но само время вычислений оно вам покажет что там происходило копирование поэтому нужно аккуратно ведь он часто скрывает под капотом довольно долгие вещи как я вставляю элемент в начало списка я скажу так что теперь у меня сейчас а это бегит я могу а равно вот вставляем в новый списочек в котором я говорю новое значение элемента первого я тут до сейчас 0 это 1 и и старый дар почувствую вот мы сейчас с вами сделаем на односвязном списке односвязный список у которого мы сделаем вставку элементов начала я его оформлю как класс можно будет создавать экземпляры такого односвязного списка я его линкед лист назову время кончается да я все равно чуть-чуть успею хотя бы махнуть так итак я создаю создаю экземпляр односвязный не экземпляр это класс односвязный итак говорю класс линкед лист итак у него я сразу никаких классовых атрибутов никаких сразу конструктов все будем создавать конструкторы и нет селф и какой параметр мне нужен а никакого он будет у меня создаваться пустым в начале а добавлять будем при помощи инсерта инсерт я сейчас буду вставлять всегда в ноль в нулевую в начале в начале так значит что я делаю сейчас я должен создать указатель на начало begin селф begin равно чему по умолчанию список пустых значит селф точка begin есть такое правило правило именования пеп 8 да слышали про него ну традиционные правило как красиво писать на петоне вот оно говорит что атрибуты класса должны начинаться с подчеркивания если это атрибут класса то что внутри селфа то начни его с подчеркиванием подчеркивание begin но с одного понятно так и так селф точка подчеркивание begin равно нам таким образом у меня есть ссылка на нам а это будет значит что собственно список пуст так хорошо и давайте добавляем теперь методы методы которые я буду добавлять сейчас не являются магическими вот этот метод магическим не является этот метод будет вот я захочу так и назову поэтому никаких подкорбиваний devinsert у него обязательно должен быть первым параметром селф у любого метода то есть функции находящиеся внутри класса обязательно первым параметром будет селф а потом ну я буду туда какой-то x класть каким образом я буду это делать очень просто я буду говорить что селф точка подчеркивания begin новое начало глядим сюда чему равно оно равно новому списочку в котором у меня x а ссылка на старое начало отправляется вот вот этот элемент сеток сеток этого маленького списочка x запятая селф точка подчеркивания begin так замечательно слушайте ну если бы я запарился я бы реализовал магический метод iter да чтобы у меня можно было пользоваться моим списком как итерируемым объектом типовым то есть чтобы можно было делать разворачивание его или метод списка for x in linked list по экземпляру мне некогда этим заморачиваться я сейчас не буду делать итерирование по нему да я просто сейчас добавлю удаление элемента из него да проверку что он пуст или не пуст так что он пуст или не пуст и что еще распечатку чтобы я мог его принтануть экземпляр от этого linked list давайте начнем с удаления значит удаление так я его сейчас назову pop ну как в stake на самом деле это будет именно фактически стек но финцер он будет как бы push то есть вставлять в него а этот будет добывать из этого списка удобно добывать из начала а не из конца потому что у меня на начало сразу есть указатель а до конца еще надо бежать поэтому мне удобно будет добыть элемент из начала итак я назову def pop self параметров никаких кроме self нету потому что у меня будет значение возвращаться return итак что я буду делать я вначале запомню то значение на которое сейчас указывает self begin нулевой тут очень важный момент а вдруг список пуст как я буду добывать self begin нулевой если self begin вообще указывает на нам ну вдруг какой-нибудь дурак попробовал сделать поп из пустого списка там ничего нет а он из него пытается элемент добыть значит мне вот тут надо сделать что ну рейс да некоторого исключительную ситуацию ошибку вызвать если вдруг не дай бог вызовут явным образом но давайте я это сделаю через assert assert напишу по хорошему на самом деле здесь наверное надо было бы там другой способ сделать я рейс написать но я сейчас короче пишу итак что я напишу assert соответственно я предполагаю что self точка begin точка подчеркивания begin из not на из not на понятно ну и я могу написать сообщение которое придет пользователь если он все-таки программист который будет это сделать что он негодяй я ему напишу что list empty если он все-таки попытается итак я сделал себе предупреждение чтобы никто не попытался и вот в этот момент я могу уже искренне верить что список не пуст и я могу из элемента self точка подчеркивания begin добывать нулевой элемент в качестве x итак x равно self точка подчеркивания begin нулевой супер я добыл значение которое я сейчас буду return делать но перед этим мне надо перешагнуть чтобы сам begin перешагнул на следующий элемент тем самым если сам begin перешагнет на следующий элемент то у меня ссылка на начало потеряется на этот элемент больше никто не ссылается к чему это приводит приходит сборщик мусора и съедает но самое главное что мой список он уже начинает сетевать поэтому мне достаточно при помощи begin не того пэка который там внешний подбежал а именно begin просто шагнуть вперед поэтому я говорю self точка подчеркивания begin равно self подчеркивания begin точка подчеркивания 1 то есть я им шагнул вперед ну и в конце этого поп я возвращаю x который у меня сейчас во время переменной x сохранен return x x вот точно так же как там сейчас на той доске написан цикл пробегания где я скопировал п равно self подчеркивание begin пока п измот нам создаем строку добавляем строку то что там у нее есть и все это дело возвращаем в качестве строки чтобы можно было печатать это можно было сделать но уже звонок прозвенел я не буду сейчас дописывать короче я могу теперь создавать экземпляры вот этого списка на самом деле я его буду сейчас как могу как стек использовать я могу сказать а равно link list с круглыми скобками чтобы создать экземпляр этого односвязанного списка после этого я скажу а.insert давайте что-нибудь 5 а.insert 10 да принт я сейчас распечатываю это вручную просто а.принт а.поп с круглыми скобками я вызываю метод поп для конкретно этого а для этого конкретного экземпляра посвязанного списка да я еще раз это сделаю принт а.поп я первый раз увижу десятку а во второй раз пятерку которая скрывалась там глубже да но если я еще раз попытаюсь сделать а.поп то ассет включится потому что там элементы и никаких пока что других методов я не прикрутил но само то что после вот этих всех приседаний после того как я создал класс я могу им пользоваться почти нативно то есть как будто бы это какая-то коллекция из стандартной библиотеки это классно ради этого и нужны эти самые классы ради того чтобы создавать удобные структуры данных со своей специфической асимптотикой своей специфической функциональностью следующие две лекции будут именно такие классные структуры данных это будет куча а потом это будет открытая таблица у которых потрясающие интересные свойства неудивительная асимптотика можно оказывается данные хранимой памяти организовать таким образом что они будут вытаскиваться под специфические вещи но очень быстро в следующий раз придете и увидите какая классная что-то спасибо до свидания